Уважаемые коллеги, добрый день. Где государство подлежит 50 и более процентов, таких компаний у нас 52. Они занимают ведущие позиции в ключевых отраслях экономики, в инфраструктуре, энергетике, в ОПК, имеют тесные хозяйственные и кооперационные связи со многими предприятиями по всей стране. В этой связи ещё раз подчеркну, что приоритет в размещении заказов госкомпаний должны отдавать отечественным организациям, прежде всего, имею в виду представителей малого и среднего бизнеса. В свою очередь, за рубежом, конечно, необходимо закупать, но закупать только уникальные оборудования и технологии, те, без которых мы развиваться не можем, либо будем развиваться менее эффективно. Хуже, чем бы нам хотелось. И, конечно, речь в этом случае идёт прежде всего о таких технологиях и оборудовании, которые аналогов не имеют в России. Конечно, предложения отечественных поставщиков должны быть конкурентоспособны как по качеству, так и по цене. Поскольку эти затраты закладываются в себестоимость продукции госкомпаний, мы это все прекрасно понимаем, влияют на вашу рентабельность. Напомню, что в послании была поставлена задача снизить операционные издержки госкомпаний не менее чем на 2-3% ежегодно. Пополнение этой задачи должно стать одним из ключевых показателей эффективности работы руководства компании и должны лежать в основе оплаты их труда. В целом необходимо проанализировать бизнес-модели госкомпаний, расчистить их балансы и составить чёткий план реализации непрофильных активов. Конечно, актуализировать долгосрочные программы развития и наладить аудит. Такие поручения имеются. Рассчитываю сегодня услышать, как они выполняются. При этом хотел бы отметить, что разработка и реализация корпоративной стратегии – это системная, но всё же внутренняя работа. Однако, учитывая статус госкомпании, считаю нужным, чтобы правительство подготовило перечень взаимоувязанных стратегических документов, которые будут обязательны для организаций с госучастием. Далее. Как говорил в послании, необходимо навести порядок в финансах госкомпаний. Это принципиально важно для корпораций с широкой сетью дочерних и зависимых структур, где головная компания зачастую, к сожалению, не видит финансовых решений на местах, что может приводить к распылению ресурсов, слабой отдаче от вложений и к убыткам. Движение средств, финансовые риски, как в головных, так и в дочерних подразделениях, должны контролироваться. А все операции отдельной госкомпании проводятся через её единый расчётный центр. Такой подход позволит оптимизировать денежные потоки госкомпаний, повысить эффективность управления ими. Напомню, что соответствующее поручение правительству дано уже с июля следующего года, и единое казначейство должно начать свою работу. И сегодня я хотел бы услышать, как идёт эта работа, а также как идёт работа по переводу счетов госкомпаний в системообразующие банки России. И последний вопрос, который я хотел бы затронуть, касается дисциплины выплаты дивидендов. Понятно, что участие государства в капитале госкомпании даёт весомые преимущества, такие как серьёзная поддержка в реализации сложных проектов, возможность усилить позиции на внешних рынках. Вместе с тем, государство в качестве главного акционера, конечно, и вправе рассчитывать на получение соответствующего дохода. Хочу напомнить, мы договаривались об общем правиле выплаты дивидендов в пользу государства не менее 25% от чистой прибыли. Однако по итогам последних двух лет это требование выполняют чуть больше половины госкомпаний. А некоторые и вовсе добились отдельных решений правительства, не выплачивая дивиденды или заметно урезать их объём. Ну, понятно, что здесь все люди взрослые, опытные. Понятно, что аргументы всегда весомые. Значит, обосновывается необходимость капиталовложений. Ну, давайте мы будем договариваться о том, что если решения принимаются, их надо исполнять. А если они не исполняются, то должны быть новые решения, обоснованные и системные, а не точечные и не в пользу каких-то отдельных предприятий, которые добежали до высоких кабинетов. Вот давайте вот с таким настроем и начнём сегодняшнюю нашу встречу. Спасибо.